Информационный интернет-проект «Книга памяти Нижегородской области» разработан в соответствии с поручением президента о создании электронных книг памяти, сёл и муниципальных образований Российской Федерации. Цель проекта – опубликовать для широкого круга пользователей документы со сведениями о родственниках нижегородцев, участниках Великой Отечественной войны, об их подвигах и награждениях в военной судьбе. Пользователи смогут найти информацию, просматривать и копировать интересующие документы. В рамках портала также предусмотрены информационные рубрики «Горьковская область в период Великой Отечественной войны. Истории о героях войны в архивных документах. Галерея памяти». Любой гражданин может зайти на ресурс, забив в поисковике «Книга памяти Нижегородской области» и посмотреть, как эта книга выглядит. Она напоминает по своему дизайну сайты памяти и подвиг народа. Только здесь собраны сведения о родственниках ныне живущих нижегородцев. То есть при формировании этой базы данных, этой книги памяти приняли принцип «Я живу в Нижегородской области, я размещаю, я передаю информацию своих родственников, независимо от того, где они проживали, где призывались и где служили в годы Великой Отечественной войны». Внести свой вклад в увековечение памяти и в сохранение исторической правды о войне может каждый. Региональные и городские архивы собирают от нижегородцев информацию и размещают ее на портале. «Я в качестве пилотного проекта сам отправил подобную информацию и разместил на своего деда, ветерана Великой Отечественной войны, опираясь на его воспоминания, на документы, которые сохранились у меня от своего деда. Это военный билет, военноучетная книжка. Я самостоятельно провел поиск службы, мест службы и обстоятельств службы своего деда на сайте «Память народа». Саровский архив также собирает от горожан информацию, систематизирует и отправляет организаторам проекта. Сотрудники архива уже отправили более 300 анкет ветеранов саровчан и родственников саровчан. «Мы подскажем, поможем, дадим форму для заполнения, то есть есть экселевская таблица, которую нужно заполнить. Мы можем подсказать, где искать и как искать. Можем даже вместе, что называется, попробовать провести поиск на памяти и подвиги народа на общероссийском ресурсе, который создан на базе документов Министерства обороны времен Великой Отечественной войны. Там больше 30 миллионов записей и найти какую-то информацию обычно удается». За консультацией обращайтесь по телефону 9 12 66. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.